Масштабное благоустройство в деревнях Горки и Белеутово было завершено за несколько месяцев. Стоит отметить, что работы проводились с учетом пожеланий местных жителей. Как рассказала жительница Белеутово Галина Нилова, одна из основных проблем, которая очень долго оставалась нерешенной, это отсутствие пешеходной дорожки вдоль улиц Центральная и Родниковая. Людям приходилось идти прямо по проезжей части. Мы, конечно, очень довольны, что сделали нам тротуар. Почему? Потому что народ раньше шел по дороге. Во-первых, весной у нас пятачка, там вода заливала, что люди по щеколотку шли вот в этом месиве. А сейчас красота. Были, конечно, недочеты. Я вот звонила, там была большая лужа возле нашего дома на тротуаре. Заделали, теперь хорошо, очень даже нам нравится. Проверил качество проведенных работ по комплексному благоустройству в населенных пунктах председатель Совета депутатов Ленинского городского округа и депутат по данному участку Станислав Радченко. Сделали мы тротуар по настоянию жителей в деревне Бельгутово, которые очень долго этого просили. Дети ходили у нас по трассе, по дороге фактически. Значит, естественно, у нас также, мы не забыли, детские площадки. Две абсолютно новые, с новыми мафами, обновлены. Достаточно удобно теперь и взрослым, и детям там находиться. Поставили, безусловно, елки, готовимся к Новому году. Вместе с тем остались ряд там нерешенных вопросов. Но я думаю, что мы в рабочем порядке с дорсервисом это все добьем. На Советской улице в деревне Бельгутово обустроена новая контейнерная площадка, соответствующая всем санитарным нормам. Здесь же по губернаторской программе «Светлый город» установили новые фонари. Также в населенных пунктах были сделаны две детские площадки с современными игровыми элементами. Еще одна губернаторская программа, которая была успешно реализована в деревне Горки, это «Народная тропа». Комфортную пешеходную зону обустроили от памятника Буянову через сквер к остановке общественного транспорта и от дома Шульгина в сторону музея Горки Ленинские. Жители очень часто пользуются этими маршрутами, чтобы пройти в амбулаторию или на почту. Также после обхода территории Станислав Раченко рассказал и о запланированных работах на следующий год по своему избирательному округу. Ремонты дорог у нас в Калиновке деревни, там три дороги. Это у нас Цветочная, Сиреневая, Каштановая, от дома 22 до 80 дома, длинный промежуток, от Ермолинской дороги к храму. Также по моему округу это и в деревне Пуговичино въездная дорога, и в Петрушино 2-й и 3-й улицы. Все наказы жителей возьмем в работу. Так что планов впереди еще много. Их реализацию депутат также намерен держать под контролем.